Дай почитать. Мнение о нем в течение веков. Но автор-эколог, и если она говорит о стыде, то совсем немного, а много она внимания уделяет защите окружающей среды и тому, как наиболее продуктивно использовать чувство стыда в борьбе за безопасность нашей планеты. А главное общественное зло – это равнодушие и безответственность крупных корпораций. Можно ли при помощи чувства стыда влиять на человека? Джекет убедительно доказывает, конечно, и вычленяет семь навыков для повышения эффективности воздействия стыду. Например, навык номер один – обращаться к общественности, обеспокоенной нарушениями. Навык номер три – стыдить за то, что формально ненаказуемо. Нет, это не значит, что воздействие через стыд – наилучший инструмент. Просто бывают случаи, когда кроме стыда у нас нет вообще никаких инструментов. Навык номер семь – всегда проявлять добросовестность и щепетельность. Но стыд без аудитории – ничто. А самая массовая аудитория в наши времена собирается в интернете. Интернет-площадка – тоже место общих собраний, тоже нижегородское вече, что и центральная городская площадь, только не физическая. Но и в интернете воздействие стыдом бывает не менее болезненным, чем публичная казнь. Большим недостатком книги для русского читателя становятся многочисленные, уместные, яркие примеры, но все они основаны на американском материале и просто в большинстве своем неизвестны русскому читателю. «Зачем нам стыд?» – это первая книга Дженнифер Джекетт, доцента кафедры экологических исследований Нью-Йоркского университета. И написала она ее под влиянием, цитирую, «внутренней борьбы с колоссальным чувством вины и скорби из-за того, что люди сотворились с планетой и ее обитателями». И все же смысл данного издания максимально выражает один из многочисленных эпиграфов. «Стыд? Вот чувство, которое спасет человечество» – Андрей Тарковский, режиссер Соляриса. «Зачем нам стыд?» – Дженнифер Джекетт, 16+. Это и другие научно-популярные книги предоставлены информационным центром по атомной энергии города Кира. Центр занимается популяризацией науки, инноваций, развитием экологического мышления и культуры. Все мероприятия центра бесплатны. Узнать о них можно в группе ВКонтакте и Цая Кирова. Дай почитать.